Меркель Ну вот я в гостях у Олега Сироты на Сароварне, тут вот Меркель, значит, находится. Привет, голуба, как жизнь? Олег, расскажи, как она себя чувствует? Ну, характер я могу сказать, я себя чувствую прекрасно. Сдается мне, что наша Меркель беременна, но, как обычно, мы не можем выяснить, кто отец, посмотрим, когда родится. И теперь главная дилемма. Сердце Меркель в Дальнем Востоке принадлежало все-таки козлу Тимуру или она согрешила с козлом Обамой? Это, как бы, главная интрига козлого мира Российской Федерации. Он весь замер, а сельское хозяйство просто замерло в ожидании того, кто будет отцом этого козленка, которого, я думаю, через несколько месяцев мы увидим. Ну, характер нашей, ребята, красавицы, не изменился практически. У нас все такая же, такая же бодливая. Добрее должна стать же вы, или нет? Ну, она, к сожалению, не стала бодрее. То есть, она здесь в свободное время пытается всячески выломать, разломать железную решетку. Бодается рогами в сетку, нападает на людей, как бы. Я даже предполагаю, что нам придется скоро вернуть табличку «Осторожно, злая коза Меркель». У нас все привыкли, что у нас добрые козы достаточно, но это у нас особенно злая. Даже сейчас зайти, вот как раз. Выросла там? Выросла, да. Она больше стала, да? Реально больше. Борода, бродище появилось. У нее, кажется, она стала добрее, то она стала меньше бодрее. Нет, она однозначно Тимур растопила ее сверху. Потому что раньше же была просто катастрофа. Ну, то есть, вообще был караул. Она пробовала, вот если я так не мог зайти, потому что она всегда целилась там в пятую точку, упадалась в этом случае. То есть, характер стал лучше, но на фоне других коз все равно это катастрофа. Коза. Она постоянно пытается забодать, что-нибудь сломать, всячески напакостить, ломать сыроварню, когда отпускаешь ее. В общем, везет себе просто неприлично. Вот. И она тут обидела. У нас есть козел Обама, и она просто его обидела. Она просто взяла и его забодало, отогнал от кормушки. Он забился в угол. Мы даже рассадили их по разным вольерам сразу же, потому что это была просто катастрофа. Мы теряли благородного нубийского козла Трампа. Вот. Беленький такой козлик был. Он и есть у нас сейчас. Она его просто-просто закошмарила. Зачмырила. Хотя он так хорохорился, что я буду самым крутым козлом. Вот. Я тут всех сейчас быстро построю. Вот. Но рогов-то у него не оказалось. Вот так как удивительно бывает. И в мире животных, и в политике все одно и то же. Он хорохорится, а рогов-то нету. Он забодать не может. А это как бы раз. Раз его боднуло. Раз там вот обрала еду у него. Раз она начала доминировать. Вот так вот и теряется, что в мире коз, что в большой политике теряется самостоятельность. И воля для принятия решений. День. 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 Продолжение следует...